Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотела расписать вот такую деревянную квадратную коробочку. И на ней будут необычные цветы. Вернее, один я сделаю цветок. Он очень декоративный, больше похож на хризантему. Ну, как назвать его, сами придумаете. И я хочу сказать, что дизайн этого цветка моей мамы Нины Гончаровой, заслуженного художника России, дизайн с 1963 года. Это расцвет жестовской техники, жестовского промысла, когда с нашими художниками работали профессионалы, искусствоведы и профессиональные художники. Было сделано очень много экспериментов. И жестовский промысел развивался в таком направлении, чтобы отойти немножечко от стандартных каких-то решений, декоративных подносов. Как говорится, свежую струю такую внести в развитие нашего промысла. И в те годы, в начале 60-х годов, именно вот самые известные такие, знаменитые художники, они работали над экспериментами. Поэтому и вам тоже советую не бояться, экспериментировать, делать какие-то необычные цветы, сочетания цветов различных. Поэтому вот такой цветок я вам сегодня хочу показать. Он не очень сложный. И, как обычно, я делаю замалевок акриловыми красками. И мне понадобятся всего две кисточки. Синтетические. Это круглая синтетическая кисть номер 8. Вот такая длинная. И длинная кисть номер 2. Также синтетическая. Вот этими двумя кистями я сейчас сделаю замалевок. И набираю на кисть. И мне понадобится всего вот три краски. Набираю белила и добавляю немного ультрамарина. Это акрил. Поскольку он очень быстро сохнет, поэтому на дереве можно малевать акриловыми красками. Вбираю вот так вот краску на кисть. И начинаю вот с такой вот коробочки. Центр цветка у меня будет вот здесь, напротив угла. Поскольку коробочка прямоугольная, я сделала композицию, чтобы подчеркнуть именно этот прямоугольник. Движение будет от угла, центр цветка. Затем будет три листа, небольшой бутон. Из этого же центра пойдет ветка вот сюда, в этот угол. И чтобы немножечко равновесие мне сделать, я из этого угла сделаю три листа. Вот такая будет небольшая композиция. Постоянно надо думать о форме предмета, чтобы, когда вы создаете композицию, чтобы композиция подчеркивала форму предмета самого. Итак, от края к центру вот такую небольшую коробочку я делаю. Первый мазок из центра на край. Начинаю с кончика, затем нажим в середине мазка и поднимаю кисть на кончик. Это первый лепесток будет напротив коробочки. Следующий лепесток рядышком. Начинаю из центра, нажим в середине мазка и на ребро. Обнимаю его с другой стороны. Начинаю с кончика, нажим и на ребро. Расширяю серединку и опять на кончик кисточки. Три листа у меня будут самые широкие, а и остальные будут поуже. И теперь я вот такими длинными мазками обнимаю эту коробочку. В пальчиках кисточку поворачиваю, поворачиваю и обнимаю эту коробочку вот такими длинными мазками. И с другой стороны еще один широкий лепесток. И затем пошли маленькие мазочки, которые будут обнимать центральную часть. И небольшой будет бутон сбоку, который состоит из трех мазочков. И затем я беру длинную кисть синтетическую, набираю светло-зеленую краску. Немножко можно белил добавить, чуть-чуть. Разбавляю водой. Чтобы немножко краска жидковатая была. И даю движение всей композиции. Все дальше. Продолжение следует. И с угла. Теперь я опять сберу круглую кисть номер 8. Набираю зеленую краску с белилами. И широкие листья. По движению здесь будет 3 листа. Из одной точки. Первый лист по движению ветки. Второй лист сбоку. Движение вниз. И третий лист также сбоку. Движение вниз. Небольшие 3 листа вместе из одной точки. И ветка состоящая из трех листов. С другого угла, с противоположного. По движению центральный лист идет по движению ветки. И сейчас этот замалевочек должен высохнуть. Ждем минут 5-10. Высохший замалевок я чищу шкуркой. В шкурке можно убрать карандаш белый. В котором я рисовала. Или это у вас будет мел. Все это убирается. Убирается мусор весь. И промасливаю льняным маслом. Чтобы прописать жилпись масляными красками. И я беру 6 красок. Это белила титановые. Кадмий желтый средний. Кадмий красный светлый. Голубая ФЦ. Ультрамарин. И краплак красный. Поскольку раньше не было такого количества красок, как сейчас. Поэтому нас учили всегда смешивать краски. Чтобы можно получить большую палитру цвета. Итак, я беру голубую ФЦ сначала. Кисть у меня номер 6. Белка. Тень в середине. Цветка. Края. У бутона. Фон у меня такой светлый. Поэтому здесь нужна аккуратность. Вы можете использовать любой фон. И теперь я добавляю немного краплака. Чуть-чуть совсем. Такой сиреневый цвет получается. И теню аккуратно края лепестков. На черном фоне это не так будет заметно. А вот светлый фон требует аккуратности. Кончиком кисточки. Сильно на кисть не нажимаю. Тенежка идет по движению каждого лепестка. Постоянно оправляю кисть, поскольку после каждого мазка кисть теряет свою форму. Поэтому необходимо ее каждый раз оправлять. И края листьев также будут синие. Обнимаю с двух сторон. Край листа. Чтобы поддержать этот синий цвет на этой хризантеме. Ну вот сегодня я отказалась от зеленой веридоновой или зеленой ФЦ. Цвет у меня будет такой холодной и все будет в одном тоне. И края у маленьких листьев. и теперь я в голубую ФЦ добавляю кадмии желтой средней. вот такой зеленый цвет получается. Листья будут необычные, не такие, как всегда. Обнимаю каждый лист с двух сторон. и центр у листа я не трогаю. Плавно ухожу в тень. Держу форму листа. по краю нажим с левой стороны на левый бок. С правой стороны нажим на правый бок. Плавно поднимаю кисть наверх и медленно светлая часть уходит в тень. Голубую тень. Постоянно оправляю кисть. Кисть кладу плашмя. Нажимаю и плавно поднимаю наверх. Теперь я беру красочку чуть светлее и маленькие листья я прокладываю целиком. Немного тени остается на краю. Чтобы плавно уходило в фон. и движение я потом сделаю тонкой кистью. И сейчас я кисть мою в скипидаре. Вытерла скипидар, промаслила маслом льняным и все лишнее масло убрала. И теперь я набираю кадмий красный. Кадмий красный светлый. На эту же кисть кисть номер шесть распределяю краску по кисточке вот таким движением постоянно кисть переворачиваю. и прокладываю середину у листа. Постоянно вытираю кисть по литру. по движению листа кладу мазки по движению листа. Первый мазок по центру и там где у меня чистое место осталось там самая светлая часть будет. постоянно оправляю кисть сначала по центру а затем плавный переход на зеленую прокладку по центру и обнимаю эту середину с двух сторон постоянно оправляю кисть вот такая красная середина будет. Теперь я беру кисть номер пять также набираю кадмий красный светлый и центральную часть прокладываю плавный уход в синюю тень постоянно вытираю кисть обнимаю сначала с двух сторон об сухую палитру вытерла кисть и центральную часть теперь я беру кисть опять номер шесть белила плюс ультрамарин распределяю краску по кисточке и собираю и кисть чуть поуже не плаш мя лопатой а немножко кончик чтобы был поуже и покладываю и каждый лепесток начиная из центра на край лепесток положила краску на середине а потом я ее смазала прокладка очень похожа на прокладку асоки кладу по центру краску а потом ее смазываю по центру положила а потом сверху вниз смазываю кладу на самую светлую часть и сверху вниз смазываю поворачиваю предмет все мазочки на себя стараюсь середину не трогать там где тень плавный уход в тень постоянно оправляю кисть и обнимаю серединку с двух сторон теперь я беру опять кисть номер 5 которая у меня была в кадмии красном и кончики у меня будут красного цвета чтобы плавный переход был нужно сначала положить красочку а потом ее смазать положить краску положить а потом смазать краску положить краску и смазать постоянно управляя кисть набирая чистые кадмии красные и бутончик прокладываю сверху три мазочка плавный уход в тень и также можно сделать края красными набираю на кисть номер 5 кадмии красные опять чуть-чуть добавляю кадмии желтого среднего немножко совсем и бликовка на центральной части два мазочка вместе и затем по бокам по одному мазку кисть мою также кисточка номер 5 белка вытерла и промаслила обезжиренную кисть в льняном масле набираю белило и чуть-чуть голубой фц на бликовку белило из тюбика для жестовской бликовки они густоватые поэтому всегда белило нужно разводить с льняным маслом на палитре шпателем на 2 сантиметра примерно 4-5 капель масла и бликовка обликовка подчеркивает движение каждого листа вся обликовка идет по движению начиная из центра на широком листе можно сделать 2 блика или 3 в зависимости от ширины этого лепестка по центру я кладу краску а потом ее смазываю чтобы был плавный переход от светлой части в тень к центру и от центра на край постоянно оправляю кисточку и обнимаю центральную часть кисточку если широкий лепесток можно два раза бликануть а лепесток достаточно будет один блик и кладу кисточку по центру а потом одним движением смазываю теперь я набираю чистые белила без добавления голубого и усиливаю еще передний план тогда еще больше будет объема достаточно на переднем плане и теперь я вбелила добавляю карми желтый средний немножко можно добавить еще голубой чтобы чуть-чуть такой зеленоватый был цвет на обликовку листьев красную часть у листьев я не трогаю обликую только края стараться нужно красный камень который на листе оставить его бликовка по краям это еще один из вариантов прописки листьев и самый светлый блик у меня наверху в начале листа и дальше уже вниз идут блики поменьше и плавно уходят в фон на край и так каждый лист самый светлый и самый большой блик будет в начале листа положила красочку а потом я ее смазала и не набирая краску ухожу в тени и на мелких листьях по два мазочка сверху достаточно будет вся бликовка идет по движению листа то есть бликовкой мы подчеркиваем и форму листа и его движение и теперь у меня тонкая кисть можно синтетика номер ноль набираю кадмий желтый средний добавляю масло льняного чтобы краска была достаточно жидкой и теперь у меня серединки по движению листа делю лист пополам и елочкой в сторону прожилки вдоль бликовки чтобы чертежка внутри также подчеркивала движение листа и не шла поперек бликовки делю делю лист пополам постоянно оправляю кисть набираю краску на кисть и и этой же краской кадмием желтым чертежка подчеркиваю серединки 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 чертежка и на краях лепестков также можно добавить немного желтого цвета все маски идут по движению теперь я на длинную кисть набираю кадмия красного добавляю льняного масла и немножко усиливаю еще красным цветом лепестки теперь беру кисть длинную номер 2 кадмий желтый средний плюс немножко белил и голубая фц добавляю масло льняного чтобы краска была немножко пожежей и ножки два мазочка вокруг бутона и чуть посветлее краску беру на привязку привязка должна также подчеркивать движение всей композиции добавляю льняного Вот такой необычный цветок. Дизайн 1964 года заслуженного художника России лауреата премии имени Репина Нины Гончаровой. Репина Нины Гончаровой Репина Нины Гончаровой Репина Нины Гончаровой